Добро пожаловать на канал шеф-повар Кремень. Сегодня будем готовить гороховый суп с копченостями. Гороховый суп я буду варить не на бульоне, а с копченостями. Варим горох, потом добавляем копчености, картошку, морковку и суп готов. Стакан гороха с горкой замачиваем холодной водой и оставляем на ночь. Если этого не сделать, вы просто будете дольше варить горох. Вот и все. Высыпаем горох в горячую воду, даем гороху закипеть и накрываем офигенной штучкой. Это невыкипайка, невыкипаемая крышка. Ждем, когда горох закипит. Гороховый суп известен человеку с древности. Упоминание о нем содержится в пьесе Аристофана «Птицы». Греки и римляне варили гороховый суп и продавали его горячим на улице. А вот, кстати, и горох наш закипел. Убавляем огонь, сейчас будем собирать пену. Да, пены-то почти нет, потому что я очень хорошо промыл горох в дуршлаге. Накрываем горох нашей невыкипайкой, делаем медленный огонь и варим примерно, ну, около часа как минимум, а может быть даже полтора и два. Все зависит от того, любите ли вы суп-пюре, или любите, чтобы горох ощущался, был до конца не разваленным. Пришло время положить копчености в наш суп. Я люблю, чтобы мяса было много, поэтому я положу и куриный окорочок, и свиные ребрышки. Кладем окорочок, с окорочка я снял кожу, и свиные ребрышки. Дадим повариться так вот еще 20 минут, полчасика, потом мясо вынем, порежем его, покрошим и положим уже вместе с картошкой, с морковкой. И обязательно положим луковицу, нашпигованную гвоздикой. Вынимаем наши копчености. Дадим им остыть и разберем на мясо. Теперь настало время положить картошку в суп, морковочку колечками, два лавровых листа и посолить наш суп. Одну столовую ложку соли. Перемешиваем. Накрываем нашей крышкой, не выкипайкой. И займемся мясом. Разбираем мясо, отделяем от костей и нарезаем. Вот сколько получилось у нас копчености. Очень вкусное мяско, его тоже добавляем. Довариваем картошку и ждем. Финальный аккорд. Рубленный чесночок. Добавляем чесночок. Даем покипеть минутку, выключаем и суп гороховый с копченостями готов. Как сделать гороховый суп? Очень просто. Гороховый суп с копченостями готов. Особенно, если добавить еще зеленого пророщенного горошка, это просто объедение. Продегустируем. Вкуснятина. Хорошо подойдут сухарики. Кстати, обязательно посмотрите рецепт, как правильно сделать сухарики в домашних условиях. Копчености. Горох, картошечка, морковочка. Друзья, я просто чувствую, как вам нравится мое видео. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео рецепты. Ну и конечно же подпишитесь, если вы этого еще до сих пор не сделали. А я вас всегда жду на своем канале шеф-повар Кремень. Приятного аппетита, до новых встреч. А я съемка сейчас идет. Это очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!